Ну вот Путин понимает, что у него окно возможностей схлопывается. Вот как вам такой сценарий катастрофический? Ну, ва-банк! 15 июня Россия идет в наступление. С Ферсоном Николаев, с Балок на Запорожье, на Харьков или на Старую Салтовку, на Славинске, естественно. Искандеры, которые сейчас стоят возле российской границы, поражают цели в глубине украинской территории в 500 километров. А Су-24 и 27, которые сейчас летают в Белоруссии, это те Су, которые Путин выпросил у Лакошенко, на которых российские летчики, они наносят удары Ха-31 с территории Белоруссии по мостам, по местам, где могут ехать химарсы. Это достаточно точные ракеты, вроде бы там 3 метра круговое отклонение. Тогда же Путин объявляет 15 июля, что это Украина обстреляла Белоруссию и Белгород и объявляет войну или военное положение, или мобилизацию. Насколько этот сценарий вероятен и чем он кончится для российской армии? Это ужасно смешно, потому что к нему можно задать два вопроса, которые превращают это все в хороший КВН, такой номер КВН. Даже не КВН, а скетч, а что такое. Первое, чем он это все будет делать? Чем они пойдут в это героическое наступление? Нечем. Единственное направление, на котором они могут рыпнуться, это Харьковская, потому что туда прискакала 144-я дивизия и целая арктическая бригада Северного флота. И вроде как там 80-я мотострелковая где-то ходит по кущам. Ну, это раз. Второе, все это они уже делали 24 февраля. Только делали в куда большем масштабе по сравнению с тем, что они могут сделать. Вот этот пшик, который они сейчас могут сделать, напрягя все свои силы абсолютно, это будет 20-я часть того, что мы пережили 24 февраля. Только в отличие от этого мы уже отмобилизованы очень сильно. И у нас выстроена оборона в очень многих местах, где ее тогда не было на 24 февраля. Допустим. И третье, это когда провалится это, что дальше? А, можно сказать по первому каналу, что все удалось. Это удалось, что взят Киев или как, что именно удалось? Хоть один областной центр они захватят, еще один дополнительный. Нет. И я говорил, что когда взяли Лисичанск, это последний оперативный успех российской армии в ТВ. Последний. Никакие меры прописью, никакие уже этого положения не изменят. Российская армия вышла на пик своей боеготовности 3 недели назад, где-то месяц назад. 3 недели, все. Дальше только сейчас плато будет, они будут медленно замедляться, выстраиваться. Оно, конечно, еще попытки взять славян, скроматорцы, 40 этих БТГ, они просто так, они будут пытаться скакать. Но потом это все пойдет тихонечко, понаклонно. Вот когда этот график окажется в нужном месте, а мы постараемся, чтобы он побыстрее там оказался нашими западными партнерами, в какой-то момент придет ситуация, когда мы пойдем вперед. Что они тогда будут говорить? По-первых, это большущий вопрос, очень большой. Я с удовольствием буду смотреть на то, что они говорят. Я думаю, что это будет просто набор актов доброй воли. По доброй воле оставили это, по доброй воле оставили то, по доброй воле оставили вот, вот и так далее, и так далее. Потому что, ну, я не знаю, чем оправдывать это все еще. Ну, вот эти-то белорусские истребители, это вот то, что мне как раз говорил Роман Светан, как летчик он это знает. Летают там над Белоруссией, и как-то так все это выглядит. Ну, не то, что страшновато, действительно, вы уже гораздо больше пережили. Но они же, это же же неспроста, как говорил Виннику. Все летают. Не плупили по Агрессии их с 31-ми сегодня. Сегодня ночью они влупили по Запорожью только что, несколькими ракетами. Они влупят по Николаеву, причем, самое забавное, они же стреляют ракетами С-300 и С-400, знаете. Там у них есть возможность применения не только по воздушным целям, но и по наземным. Они давно применяют по Николаеву С-300 и С-400, ракеты комплекса по наземным целям. Что явно нет хорошей жизни, потому что ни один разрушенный домик не стоит столько, сколько сбитый самолет. Что лишнее распоказывает всю глубину в глубину. И, ну, как бы, что они там еще сделали? А по Белой Церкви они пустили, но все три цели были сбиты. У нас ПВО уже немножко другое. Поэтому воевать еще не начинали, но мы все с нетерпением ждем, что же они там начнут нам воевать. И откуда они возьмут группировку хотя бы в 10 раз слабее той, которая была на 24 февраля, и половину которой мы похоронили уже. Ну, давайте же, мы все ждем. Что же это такое? Что же это за не начинали? Что же это за такие страшные неприятности? Стратегическую авиацию поднимут, кинут на нас, мы и подбиваем нахрен все. А на нас все были в России? А мало ли куда дотянется, кто его знает. А Лукашенко вступит в войну? Лукашенко вступит в войну. Ну, значит, это будет крупнейшее единоразовое пополнение вооружением военной техники вооруженных сил Украины. Спасибо, Белорусским друзьям, за передачу такого количества вооружения военной техники. Юль, вот простая мысль очень. Даже десятая часть от того, что было 24-го, повторить они не в силах. Но если мы пережили 24-е успешно, то что они сейчас могут сделать? Чем они нам могут поборожить? Все, этой войне конец. Они уже мертвы, они не понимают, что они едут по инерции. Это поезд, который горячий едет по инерции и скоро упадет. Ну, надо какое-то время, это безусловно занимает, но их нет. Все. Эти две недели с Хаймерсами — это Сталинград путинский. Это Курская дуга. А несколько уточняющих моментов. Смотрите, Курская дуга, кто понимает? Я прошу прощения, разрешите добавить. Курская дуга была оперативным успехом немецкой армии. Они пробили фаз. Они не дали перейти в контрнаступление, потому что замысел советский был какой отразить, а потом контрнаступление. Немцы выиграли это на оперативном уровне. Так же, как они выиграли Сечанск и Северодонецк. А стратегически это было поражение, потому что они потратили последнюю возможность предпринимать масштабные стратегические наступления на Восточном фронте. Вот ровно то же самое сейчас произошло. Они еще там пытаются допилить Славянск и Арматорск. Но, судя по тому, что произошло в Лесичанске, это все. Тут уже не о чем говорить. Да еще, как это, праздник Хаймерсов или Химарсов, я их по-прежнему буду называть, и прямой транслитерацией. Это, конечно, как бы... Это кульминация. Путин, когда историки будут писать, они скажут, что путинский режим убило 10 боевых машин с Запада. Как он с НАТО собрался воевать, я, в принципе, не представляю себе, о чем были эти влажные мечты. Простите, если 10 машин, 10 боевых машин, неважно, хоть это, я не знаю, танк «Мамонт» с ядерной защитой, как у Стругацких, 10 машин любого рода не могут менять стратегическую обстановку на театре. И эти поменяли. Это, в принципе, неправильно. Такого не должно быть. Если бы это была нормальная армия, такого бы не случилось. Вот у половины россиян нету газа в селах и в домах. Они отобраны были на великие, могучие вооруженные силы. Приехало 10 машин с Запада, и все, и конец военной машине. Точнее, она еще жива, но способности ее решать задачи, которые ставит военно-политическое руководство, она лишена. Как инструмент негодно. Негодно абсолютно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова